Мне кажется, что территория опережающего развития это очень неплохие проекты. Другой разговор, насколько грамотно они будут реализованы. Потому что понятно, там существует масса препятствий, начиная от территориальности, заканчивая от всех тех ошибок и всех тех подводных камней, которые мы уже проходили когда-то. Я думаю, что самое главное это производство. На мой взгляд, если будут налажены производства, я не знаю, чего угодно, просто чтобы работали заводы, фабрики, огромные вот эти предприятия, которые действительно и во всем будут развивать нашу страну. Можно пофантазировать на эту тему, но мне кажется, что все закончилось так, как несколько лет назад с находкой, когда все разворовали, половину посадили, половину за границу уехали. Хорошая инициатива, в принципе. Единственное, что, конечно, необходимо, чтобы был четкий контроль за расходованием средств. Все равно без этого не обойтись, всегда найдется кто-то, кто на этом захочет заработать или что-то там сделать. Если мы победим коррупцию, тогда у нас все будет хорошо. А если у нас, как говорится, министр ворует, потом переходит на другие должности и ничего не происходит, да, то так оно и будет. Это будет просто вкачка денег опять в никуда и опять люди останутся ни с чем. Просто нужно ставить нормальных, порядочных людей, которые будут думать и о своей жизни и заботиться все-таки о людях, для которых они работают и стоят на этой должности. Надо сначала как-то наладить в таких вот труднодоступных регионах как-то вот какое-то, знаете, здоровье, жизнь какую-то минимальную, а потом уже создавать там экономическую зону. Редактор субтитров А.Семкин